Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня поговорим о композиции. Одной из важных тем в ландшафтном дизайне является составление композиции. Что такое композиция и для чего она вообще нужна? Это сочетание нескольких элементов внутри одного целого. В ландшафтном дизайне что такое составление композиции, вообще композиция? Это сочетание различных растений, которое ведет к красивому восприятию самих элементов. Для чего нам нужна композиция? Это очень просто. Для того, чтобы у нас не было хаоса, разбросано то там, то тут все по территории. Я имею ввиду озеленение. Тут один кустик, там другой кустик. Для этого изучается композиция, как грамотно совместить, какие растения лучше с какими смотрятся и вообще могут ли они совмещаться в одной композиции. В композиции есть много тем для рассмотрения, но основное главное это выделение композиционного центра. Сейчас расскажу, что это и для чего. Много каких-то растений. Насадить их вместе в кучку и эффект будет противоположный. Эффект будет хаоса, непонятно, что хотели выразить этой композиции. Когда идет выделение композиционного центра, тогда взгляд сразу же привлекает какой-то элемент. Есть законы композиции, по которым она выстраивается. Покажу на примере. На перекрестке композиция и композиционным центром является вот это архитектурное сооружение. Точно так же происходит, когда выстраиваете из растений что-то. Лучше всего, когда композиционный центр это какое-то многолетнее растение. На него делается весь акцент. Возьмем вот этот вот уголочек, вот этот участок вот здесь. Выделен композиционный центр и привлекает внимание самое высокорастущие это цикос из всех этих растений. Вот здесь. Он другой формы. Понятно, что цикос вырастет еще выше. И он вытянет на себя всю эту композицию. В композиционном центре взгляд, прежде всего, привлекает центр, что-то, какая-то определенная точка. Есть много методов выделения композиционного центра. В данном случае это форма, потому что она отличается. Цвет точно такой же, зеленый. Композиционный центр также можно выделять и цветом. Здесь у нас играет форма. Цикос, в отличие от этих круглых, мягких шариков, он имеет листья резные. И причем здесь их два. Один поддерживает другой. И это если рассматривать отдельно маленький кусочек вот в этой, во всей большой композиции. Сама композиция правильно сделана. По какой причине? Потому что она должна обозреваться и красиво быть со всех точек. С какой бы мы ни подошли и смотрели на нее, а у нее везде есть красивый ракурс. Перешла на другую точку обзорную. И вы также видите элементы. Цветы уже однолетники досаживаются как дополнение к композиции. То есть обязательно есть центр, многолетник, красивый, фактурный. И затем уже досаживается, подкрепляется другими растениями. Однолетники, они уже как дополнение. Обошли вокруг и со всех точек очень красиво смотрится данная композиция. Привлекательное и не очень много, то есть когда мы на нее смотрим даже издалека. У нас четко в голове есть понятие, что вот это архитектурное строение, это центр. То, что пониже, это уже идет дополнение. И затем мы приближаемся, когда рассматриваем более детально, более подробно, а что там интересного есть еще. Вот еще один пример композиции и непосредственно выделения композиционного центра. Так как здесь тоже территория на перекрестке, то композиция сама смотрится очень красиво со всех сторон. И состоит она из трех пальм. Однолетники и многолетники поддерживают эту композицию. Центром этой композиции, как вы уже поняли, являются пальмы. А с вами была Георгиевская Татьяна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я желаю вам красивых композиций на ваших территориях. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»